как это не прискорбно я продолжаю свой путь и все против меня и это не только в игре этой по жизни у меня происходит как видите графика восстает против меня то есть поскольку здесь была последняя точка сохранения я просыпаюсь на этой прекрасной постели свежий и ароматный прям как в жизни все происходит я думаю что у меня меньше на самом деле десяти минут и последняя часть приближение так сказать к финалу будет выглядеть как некая пародия состоящая из множество множество склеек потому что иным путем я просто не могу ну то есть не получается у меня так хочется не получается хочется пройти игру сесть вот тут просто сесть и так 12 часов на играть и наслаждаться и быть самим собою но увы значит это собственно кабинет кабинета айзенбарта о котором мы ранее уже узнали познакомились кое-как с ним и здесь он занимался своими страшными экспериментами здесь имеется телефон значит овка в конечном итоге в какой-то момент он должен зазвонить протезы 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 какие-то баночки бутылочки весы ладно здесь раньше еще музыка играла давайте посмотрим красный свет обычно это плохой знак да я так и сказала сейчас сейчас возле стекла будет так она снаружи она может дверь открыта дверь закрой закрой дверь закрой закрой полностью это было смешно нам до слез кто звонит ну так возьми они боятся света превратив слабость в свою силу солдат какого света какого света здесь нет никаких источников света у меня есть фонарик конечно но он работает 5 секунд примерно свет они она там ни одно благодарю за подсказку не как у меня с фонарик то работает вот так да издавая ужасный шум который оповещает всех чудовищ на районе что я здесь спасибо то есть я не пойму а задачи то какие кирка документы задачи активируйте входную дверь я уже жетоны даже не ищу если честно 10 и 28 какую входную дверь нет тут никаких входных дверей то есть это через которую я прошла не пока не там было еще там конечно есть какие-то ворота надо них как до киева раком не о боже мой это outlast не самые мои страшные кошмары эта игра воплощает реально самые мои жуткие воспоминания прохождение outlast 6 какая ладно ладно спокойно держись возле стены не выходи в центр она где-то она как реагирует вообще на шум она как реагирует вообще на шум обратно зайди сзади обратно свет да она сюда идет какого хрена она сюда идет какого хрена ай блин ну за что мне это муком 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 опять обратно идет да активируйте окей то есть я добежать должна или что если бы у меня фонарик нормально работал как погоди а это что такое какой-то блеск как будто снежинке блеск не орит и так может быть здесь есть какая-нибудь полезная штука почему я не могу просто губить эту тварь а потому что почему по кочану что давайте покончим с собой я собираюсь покончить с собой а блять по моему я не в ту сторону побежала определенно красный свет вы говорите или что какую дверь о какой двери вы вообще тут ведь зашла я не а здесь тупик да блин а нет тупик не тупик не тупик не тупик белья а быстрее прошу тебя да нету вот это вот пожалуйста ну как смысле а блин стой У меня не сработал там какой-то знак, плюс-минус, хер его. Ну, я сейчас умру, это однозначно. Ну, как резать-то? Вы чего? И что это означает? По-моему, имена свет абсолютно похуй. Бежим сюда. Ты вы издеваетесь, что я? Крюдец какой-то. Так, с третьего раза, в общем, убивают, с третьего раза меня расчлевают. Без комментариев, без комментариев. Да не хочу я просыпаться, мне лучше во сне, если честно. Если уж на чистоту. Что я не так делаю? Ну, я все время что-то не так делаю. Это уже, можно сказать, что фирменная фишка моих прохождений. Он еще не разбил стекло? То есть, а, я еще рычаг не нажила. Погодите тогда. А если я сейчас выйду? Красная кнопка еще не горит. Погодите. Хочу посмотреть, что там снаружи и как это вообще работает. Так оно там орет уже, нет? Орет. А стекло не разбито. И никаких красных свечек там нет. Вон оно, я его вижу. Это же оно. Тсс, говнюк. А, блин, что за фигня? Музыку, что ли, ему включить? Если бы было можно. Да нет. То есть, не работает. Нет взаимодействия. То есть, собственно, проблема уже открыта. Проблема стоит у нас перед лицом. Поэтому никак, никаким иным способом нельзя. Уже придется побегать. Я просто не понимаю. Ладно, пускай оно сюда пройдет. Предположим. Оно ведь двигается не так уж и быстро, верно? На звук оно реагирует все равно одинаково, верно? Самое главное его опередить. Давай, давай, давай. Че ты остановился, ты придурок? Да, блин. Оно идет? Погоди. Да как? Сука, их двое, что ли? Смы... Как это работает у тебя? Вы очень подлые люди. Стой, 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 стой. Погоди. Вот это, да? Вот эту резать? Да какую резать-то? Ёб вашу мать. У меня кнопка не срабатывает. У меня кнопка не срабатывает. Какая клавиша? Назад-вперед бежать, перегнуться инвентарь. Взаимодействовать. Я все правильно делаю. Да и почему не работает? Прицелиться в фонарь. Использовать винтовку. Противогаз влево-вправо. Ну вот, использовать, то есть, где это? Взаимодействовать. Я все верно делаю. Как и прежде. По какой причине это не работает? Какая сволочь. Она не исчезает. Блять. Зажги свой долгом и фонарик. Оно идиот. О боже. Свет, да? Ого. Свет, да? Свет, окей. Свет, свет. Прекрасный свет. Могу ли я вот этим протезом просто ему врезать? Их двое? Я не пойму. Или оно так передвигается охуенно быстро? Темнота. Темнота. Лучше в темноту не заходить. Что я вообще ищу? Это прекрасно, прекрасно, что здесь сохранение. Значит, здесь изготавливали протезы. О, какой жуткий шум. А вот там есть щиток, щиток. Ну ладно, щиток, да? Вот сюда нам надо было. Я правильно понимаю? Он по-прежнему красный. Сука, ты такая. Ах ты тварь. И как я теперь отсюда выйду? Блин, у меня сердце кольнуло, сволочь. Как пролезть тут? Эй, не смешно. А, господи, млядь. Тварь такая. Знаете, к концу на самом деле игра начинает удивлять. Она начинает действительно то ли нервировать, то ли вот нервное напряжение начинает доходить до своего апогея. Поэтому есть очень довольно неприятные моменты страшные. Сейчас-то что от меня требуется искать? Следующий, да, щиток? Но этот цвет свой не поменял. Я все правильно делаю? Как это понять? Ну да никак. Да никак. Ты куда дальше идти? А, вон оно, оно вон там Ай, блять Сука На помощь, я, по-моему, не в ту сторону бегу Блин, их много, их стопудово Ооо, ну да Их много, он и один Посмотрите И как я должна была от двоих-то отбиться в один раз За один заход Окей Где проснемся? В последней же комнате, верно? Я хрипла Окей, время мое вышло, надо Заканчивать Я не пойму, то есть с каждым щитком будет исчезать по одному вот такому чудовищу Правильно? Дали бы мне нормальный фонарик, все прошло бы куда более гладко Я так думаю Эх, 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 эх Ну, можно сказать, что ад инфинитум реально Поднимает серьезные темы В основном Моего личного ада Где я не могу пройти игру Даже с десятком С десяток попыток Погоди, погоди Что это? Что это? Оно мне не нравится Графон проседает А что если Суть в том То есть фишка в том, чтобы Желтый, красный Погоди Желтый, красный Здесь две тропинки. Две-две-две, я уже заикаюсь. Здесь две тропинки, по которым следует пройти. И нам необходим желтый. А я по какому бегала? По красному или по желтому? О, блин. Какой ужасный фонарик, слушайте. А красный откуда идет? Ну, хер его, он не отсюда идет. Что? Что-то произошло. Возле двери кто-то, что-то? Да не орите вы так! Так, красный. По красному я типа пришла, да? Ладно, давайте желтый. А бегать надо? Или... Что? Я ни хрена не хочу. Тихо, тихо, тихо. Время ли вы так разорвались? Так они сливаются в один все равно. Что за... Оно там хрюкает быстрее. Что ты? Нет, оно уже слишком близко. Пригнись. Все, я прошла. Так по желто, мой... Или по... Что такое? Красный, желтый, красный. Я как вроде... Вроде как желтый должна найти. Вы издеваетесь. Здесь я застряла. Блин. Тупик? Оно сюда идет? Или оно не двигается? Или что? Не, оно сюда придется. Ну, погонять вы решили меня конкретно. Быстрее. Куда? Куда? О, как они орут ужасно. Да, блин. Ну все, я в окружении. Попал в окружение, не выжил. Куда? Фонарик грибучий. Крикучий не работает. А, прям в ухо. Опять я сюда пришла? Да, блин. Вау. Я по кругу хожу. А, блин, пригнись, ладно. Мать и боже. Это что? Это моя дверь. Откуда я вышла? Я заблудилась. Ну, честно. Ладно, небольшая передышка. Сейчас опять пойду. А если тихо двигаться? Им плевать, да? Тихо я двигаюсь или громко, они все равно придут. Желтый провод, желтый кабель. Я хер его. Он уходит туда, куда я не могу проникнуть. Дабы, чтобы не столкнуться с этими тварями. Может, можно залезть наверх можно? Серьезно? Погоди. Стой, 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 стой. Я, по-моему, здесь не была. Что-то большая сильно комната. Сильно большая комната. Это что-то новенькое. Не-не-не-не-не-не-не. Стой, 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 не проскочить. А как проскочить? Никак не проскочить. И обратно не вернешься. Вот такой вот сюрприз для тебя, дружок. А нет, можно. Сюда? Стой, стой, он сюда подняться может? Пусть он пройдет вот сюда куда-нибудь. А ну-ка, затаись. Сука, ни с двух сторон. Может, если вот сюда он пройдет, я смогу пробежать туда, где он был? Нет, он сюда прется. Что лучше такая? Смотри. Сука. Что ж? Какой именно мне нужен провод этот самый? Я вообще заблудилась, я не понимаю, что от нее хотят. Ну вот, какая-то дверь, но она не открывается. Я отсюда пришла, нет? А, она открывается. Что-то я вообще ни сном, ни духом не понимаю, что тут происходит. Кройди. Оно может сюда пройти? Заткни, па... Хватит, заткни. Посмотри. Креветка поганая. Орвет так, как будто его там уже рел. Что это за кр... Это гнездо. Гнездо? Личный жетон Йоханнеса фон Шмидта Берлина. Мы нашли свой жетон. Вот это уже... А, блядь, тут кто-то есть. Здесь кто-то ворчит и гавкает. Перерождение в свете происхождения пациента 26. Я выбрал его в качестве объекта для абсолютно нового вида лечения. Овум викторис. Викторис. Из перемолотых костей, волос, ногтей и избранных солдат будет создана скорлупа. Внутри яйцо будет заполнено раствором, приготовленным из костного мозга и биологических жидкостей. Для успешного лечения особенно необходимо выделение из ран. Тело, помещенное в яйцо, будет вызревать несколько недель под влиянием электростимуляции. Я ожидаю великолепных результатов. Доктор Айзенбар. Но здесь, в принципе, отсылка на реальные эксперименты, которые с евреями проводили в гетто. То есть нацисты проводили действительно подобного рода эксперименты. Это был, по-моему, доктор Менгель, я фиг его, и многие другие. Они считали, что они могут изменить человеческую внешность и генотипы, и прочее, прочее. Что-то вылупилось от скорлупы, разит кровью и с прожженениями. Игра начинает принимать какой-то вид боди-хоррор, точно. Боди-хоррор, однозначно. Начинает... А вот это ты орал, понятно. Это тебя я видела. Я надеюсь... Я очень надеюсь, нам не придется его освобождать. Здесь все как в тумане. Эта дверь была закрыта, я с другой стороны была. Да, ключи, наверное, отсюда мне вряд ли придется найти. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, познакомиться поближе. Его кастрировали. А потом ампутировали ему некоторые конечности. Ага, вот здесь вот еще один рубильник. Это что, надо это потрогать, потыкать? Ванная, маленькая ванная. О, боже мой, какие жуткие условия. Есть еще что почитать? Отвратительно, какие же вы все сволочи, что вы тут натворили. Нету ничего? Вот сюда можно залезть. А почему сюда можно залезть? Для чего? Здесь что-то важное для меня. Ну, гипотетически, да, должно быть. Хватит, 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 хватит. Хватит, давай-ка. Хотя нет, стой, стой, подожди. Как громко. Блин, как громко. Если я сейчас рубильник этот... Дерну. Наверняка какое-то чудовище выскочит и начнет. Нету его, да? А, не, он здесь. А, молодец. О, оно ползет. Вставай! О-оу. Хе-хе-хе. Короче говоря, мы пожар, походу, устроили. Что-то упало. Откуда здесь... Ну да, электричество здесь есть. Что? 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 Вставай, вставай. Вставай! Вставай в темпе. Вставай. Так, я должна найти теперь выход? Погодите. О-оу. Я выход ищу, да? Ау. О-оу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. А, теперь понятно. Вероятно, здесь может быть выход. А, вот так, наверное, да. Ой, ты же, блин. Вот это вот я попала, да. Но зато теперь как светло и ярко здесь. Беги. Не знаю, что беги. Да. Ой, блин. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Не задерживай... Не задерживай... Э... Движение. Да сколько у вас здесь было-то? Погоди, погоди. Нет. Куда, куда? Куда, где? Куда? Помогите! Хвали! Нет! Нет! Боже мой, быстрее! Он гонится за мной! Если бы я могла орать, лучше я бы орала. Окей! Госпиталь пройден, да? Госпиталь пройден же, да? Я правильно понимаю? И мы снова оказались в траншеях. Мне уже начинает казаться, что эта игра просто бесконечная. Потому что я играю в нее уже целую вечность! А вроде как было обещано, что не более 6 часов. Подняться, что ли? Нет, нельзя подняться. Верно хорошо, слава богу. Пошли по траншеям. Будем надеяться, что здесь есть вот такие же... Горит, что ли, что-то это. Туман, газ. Ага, снова мне названивает кто-то из внешнего или другого мира. Слышишь меня, солдат? Слава богу! Ты вернулся, отлично! Где ты был? Ты слышал крики? Враг снова прорвался в нашей траншеи. Вернемся в командный... Встретимся в командный пункте. Теперь все зависит от нас. Больше никого не осталось. Прекрасно, конечно. Это очень радует. Я не буду... Ага, она сама туда положилась. В общем, нужно к нашему слепому говнюку... Соратнику вернуться. И здесь наверняка снова появилось какое-то чудовище. Не может быть, чтобы мы здесь были одни. Что случилось? Что это было? А, фонарик. Лазарет. Давай быстрее, я тебя умоляю, пожалуйста. Я уже начинаю действительно нервничать. Я начинаю всерьез нервничать, так понимаю, что эта игра может занять очень много времени для меня. У других как-то все как по маслу проскакивает. Как сыр в масле. На раскаленной сковородке все скользит и улыбается. И поблескивает. А вот это что-то новое. Что-то новое здесь. Смотрите, я так понимаю, что это небольшой алтарь, где люди могли помолиться и привести свои мысли в порядок. И здесь же есть у нас жетон. Жетон Каспара Хофнера или Кешен Эрнштайн. 28 нам надо найти, по-моему. А у нас всего десятка. Стихотворение, часть первая. Одиноко в лесу распустился красный цветок. Встречу смерть свою скоро. Погаснет мой огонек. Может, мне остался только денек. А печаль моя оборвется куском свинца. Может, день, может, два. Осталось мне до конца. Обрывается. Ну, неплохо, в принципе, написано. Но довольно-таки банально. Стекло. Время и стекло. Еще один жетон личный Альберта Эка. Зинбах Вальдхир. Все это, я так понимаю, ну да, не французские. Они все еще не французские эти жетоны. У французов там какая-то другая атрибутика. Смерть. Мы так ослабли, что едва стоим на ногах. Если германская гордость не даст нам сдаться, мы все умрем. В общем-то, можно прямо сейчас отправиться в ад. Так мы хотя бы не утащим с собой остальной мир. Йозеф фон Шмидт. Хороший ты был парень, Йозеф. Очень жаль, что так вышло с тобой. На самом деле, мог бы очень много хороших вещей сделать в мире для людей. Эмиль, Анну, Лебах, Сан-Луис. Рядом с малельней этой, с маленьким алтарем для воспоминаний. Куча, на самом деле, очень много этих жетонов. Йозеф Казик использована. Еще. Все они мертвы. Фриц Хеннинг Нойвид. Личные жетоны собраны. А сколько у меня их? Фонарь, фонарь задачи. 16. Все еще очень мало из 28. Я сильно сомневаюсь, что все смогу собрать. Поскольку я очень невнимательный человек. О нет, только не ты снова. Ты никогда не предвещаешь ничего хорошего. Не заперто. Кукла нашей матери. Кукла не испытывает к тебе ничего, кроме презрения. Ну, конечно, ее ж наша мамаша ненормальная пошила. Нет ничего страшнее того, если вас мама не любит. Это, знаете, на самом деле, реально проклятие на всю жизнь. Психологически и физически. Так я отсюда не пришла, надо ли, нет? А, нет, вряд ли. Клаус Юверк. Гоуэн МДМ. Смерть Ноймана. Конфиденциальная тема смерти ефрейтора Ноймана, доктора Вайнденбах. Вайнденбах. Я видел, как унтер-офицеры Энгерт и Фром вытолкнули Ноймана на территорию ничьей земли. На нем не было ничего, кроме сапог. Его пристрелили. Когда я затащил тело в траншею, унтер-офицеры начали спорить, кому достанутся его вещи и сапоги. Как вы считаете, стоит ли сообщить лейтенанту? С уважением. Фельдфебель Хилька. Блять, какие у вас имена говнистые. Хер прочтешь. Что-то вроде душевой, ванной, наверное, уборной. Все в одном стакане, все в одном чане, в одном секторе. Быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу отсюда просто уйти. Я хотела бы вернуться обратно в отель. Откуда я пришла-то? А, вот туда, скорее всего, надо. Хотя я не помню, чтоб я здесь проходила. Или я проходила здесь. Или я отсюда пришла. Не, наверное, я отсюда пришла. Раз там есть проволока, значит, она создана для того, чтоб ее разрезать. Вероятно? Великолепно. Быстрее, давай. Прошу тебя. Кровавые следы. Свежая кровь. Вроде бы как бы свежая. Какое чудовище ожидает нас теперь здесь, я не знаю. Наверняка что-то новенькое. Предыдущих-то мы убили. Уборные. Да, я наслышана про уборные. Мы уже с уборными сталкивались несколько раз. И там были проблемы с очищением, с чисткой этих самых уборных. Что это такое? Ты уверен, что сможешь запустить механизм? Нужно только найти топливо. Какой еще механизм? Ладно, наверное, не стоит тут ничего дергать, раз нет у нас топлива. Так, у нас тут птички поперли. Птичка? Ага, понятно, птичка, если можете. Ну я очень надеюсь, что смогу тебя спасти. А ты все равно померла, да? Офигенно. Ай! Ой! И как? Каким образом? Ага. Офигенная. Музыка, музыка, музыка офигенная. Здесь нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не та-не та провалочка, не та. Хотя, я на нее же целилась! Да вы чего? Здесь нас птица живет. Оооу. Так, у нас тут ползунки. Пошли ползунки. Да как? Я не могу. Я могу до неё дотянуться. Я же всё правильно делаю. Какого трена? Кто-то сильно постарался. Давай, 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 живей. Как миленно всё происходит. Так, кто-то здесь прополз. Явно вот это следующий наш... Оу, ни хрена себе. Посмотрите, сколько голубей здесь мёртвых. Это всё, наверное, почтовые голуби. Это их перья с неба падают вместо снега. На самом деле игра красивая. И вообще никаких претензий нет. Да, действительно классно сделано. Очень интересные задумки здесь реализованы. Вместо снега это вроде как перья ангелов падают. А голуби, они в Великую войну, Первую мировую, они были лучшими друзьями людей. И они вообще-то занимались тем, что телеграммы носили, приносили сведения о том, где располагается враг. Помогали, короче, как могли. Путь Льва и путь Гамбургский проспект. Путь что, блин? Мы сейчас что вообще ищем? Какова наша задача? Я не пойму. Задача. Найди обратную дорогу в командный бункер. Так, а для чего мне тогда в сортирах там нужно заводить какой-то механизм? Отсасывание дерьма или что? Здесь что-то блестело, но я же видела. Я же видела, что вы меня приманиваете. А вот это мой путь в бункер. Ау, пошел. Да, мы не ищем легких путей. Ну, а дищи все-таки, да? А дищи... Рукоять, погоди, рукоять застряла, блок не поддается. Так это крышка ведь что это? Или там жидкость какая-то? Не понимаю. Туннель затоплен. Дальше не пройти. Где-то здесь должен быть насос. Понятно. Вот для чего нам нужно топливо, чтобы... Осторожно, яма. Это и есть выгребная, что ли, яма? Да. Труба, в принципе, туда уходит. И чтобы откачать эту жидкость, дерьмо там, я не знаю, или какие-то сточные воды, нам нужно найти топливо, залить его в генераторное, или как оно там называется, или не знаю. Не могу я здесь пролезть, или могу? А нет, там был, там был проход, я вспомнила. Там доски были, доски, да. Вот здесь где-то был проход, куда можно было пролезть. По-моему, был. Или мне показалось. Доктор, во время утреннего обхода я кого-то заметил в траншеях. Это оказался доктор Вайнденбах. У него с собой был рюкзак, а лицо было бледное, точно у мертвеца. Он сказал, что мне нужно сегодня же поговорить с братом. Не знаю, кто рассказал об этом доктору, но Верховное командование собирается дать приказ о штурме французских траншей. Операция Монгенграуэн. Они понимают, что нам не победить, но для них мы не больше, чем имена в списке потерь. Доктора с тех пор я не видел. Может, лучшим решением было бы сбежать отсюда, но я не знаю, но я не могу бросить брата, Йозеф фон Шмидт. 12 сентября 2017 года. А зря, а следовала, а зря, а следовала. Вот здесь, вот тут можно пролезть, да? На красну. Так я здесь была, ну, такое чувство, что я здесь уже была. Здесь еще перевернутая машина должна быть. Да, машина есть. Но она не перевернутая. Если есть машина, значит, должно быть и дизельное какое-то топливо или какое-то другое топливо. Короче, топливо мне нужно. Не, может и не было. Но чувство такое. Здесь в траншеях довольно-таки однообразные декорации. Обстановка очень однообразная. Бочки, 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 это же хорошо. Да. Кажется, бак полон дизельного топлива. Осталось найти канистру. О, боже мой. Канистра должна быть у машины. И сейчас это чудовище, которое там ползало. Ну, не может. Не пройдет все гладко. Не пройдет, я уверена. Что? Да нет, была я здесь. А может и не была. Да нет, была. Может и не была, я не знаю. Канистра. Документы о доставке с печатью. Текущий запас 14 бочек по 216 литров. Сегодня доставлено 3 бочки по 216 литров. Каждая. Бочки-то есть. Великолепно. Что там? Берем канистру или не берем? Рискуем жизнью давай. Внутри пусто, но бак все еще пахнет дизельным топливом. Хорошо, бережем. Давай глянем, что здесь и все, уходим. Ворота. Это разве не выход? Машина. Хотя нам отсюда уже никогда не уйти, верно? Зачем вы меня сюда пригласили, заманили? Здесь должно быть что-то интересное, важное для меня. Старожка эта. Никаких надписей нет. И жетонов тоже нет, странно. Жутковатое вот это вот место. Конкретно вот эта точка очень жуткая. Прямо здесь, я не знаю, как-то очень сильно не по себе. Словно я что-то должна увидеть. Водитель есть? Прыгать я не умею. Жаль, что наши функции настолько ограничены. В баке пусто, никакого толка, значит, надо идти обратно туда. К той бочке, которую я видела внутри. Шерест такой стрёмный. Полный бак, ты залила в бак дизельное топливо. В смысле? Я в канистру залила или в бак? Я ж в канистру должна была залить. Чтобы отнести обратно туда, да? И там сейчас эта тварь будет. Хорошо. Мы практически выполнили свою задачу, да? Ведь да? Скажите, что да. Генератор, который к остальному монстру прикреплен шланг. Да, да, я заметила. Хорошо он отсасывает, да? Это же хорошо, да? Можно двигаться, да? Голубей мертвых мы здесь видели. И двигаемся далее вот сюда же, да? Это типа туалет или что? Все? Мы готовы к спуску в ад? Еще ниже в ад. Я уже не знаю, куда ниже. Так, выгребная яма. Мы в выгребной яме, в туалете. Ну вот так все и заканчивается на самом деле для нас. Повоевали за кайзера. Кто-то орет. Тихо, 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 тихо. Так, пролазь, пролазь тут. В темпе, в темпе здесь есть. Мы здесь не одни. Здесь кто-то есть. И оно очень близко. Да ну нафиг. Здесь некуда деться. Вы что? Я в тупике. Стой. Стой, стой, стой. Спокойся. Осмотрись. Сделай глубокий вдох. А куда я полезла? Да ну. Кто рычий? Да где ты, блин? Достань орать. Откуда я пришла? А, здесь два хода. Оттуда я пришла. Да вот сюда надо пойти. Блин. Глубокую вы ямку вырыли. Это даже, я не знаю, выгребные ямы так не выглядят. Ага. Ага. Да где ты? Где ты, тварь? Где ты орешь? Покажись. Дай себя увидеть. Тише, 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 тише. Или... А, они сверху. Они сверху что ли орут? Хорошо, если сверху. Тогда я довольна. Хорошо, если сверху. То не надо спускаться ко мне. Меня все устраивает. Ну, как устраивает. В кавычках, конечно. Нет, они внизу. Они внизу. Ооо, уже близко. Как я должна проскочить мимо них в коридоре? В этих узких проходах. Так, у нас что, лазарет был спущен в выгребную яму? В этот, в туалет, что ли, превращен? Ебать. А это что такое? А где они орут? Нет, они здесь. Они здесь. Они не наверху. Они в воде. Тихо, 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 тихо. Тихо, но быстро. Ай, блядь. Вон оно, вон оно. Я его вижу, я его вижу. О, да. Да мы же сожгли, сожгли их. Разве нет? Ай, блин, оно гонится за мною. Я тут не пройду. Блин, ай, блядь. Суперно, я застряла. Оно идет в эту сторону. Вы как вообще представляете себе, как я должна тут пройти? Какие-то отдельные моменты, мне эта игра совсем не нравится вообще. Как, как? Да как я должна пройти? Оно стоит, эта тварь стоит у меня на пути. Только рычать остается. Как я должна пройти? Оно стоит на пути, значит, я что-то не увидела. Не может быть, чтоб нельзя было его обойти. Ну, слава богу, хотя бы поблизости где-то проснулась. Или не очень? То ли бежать надо, то ли это не тот вариант. Здесь нельзя слишком тихо себя вести и медленно двигаться. Здесь надо быстро все свои проблемы решать. Ну, пожалуйста. А ну-ка, я вот это не видела. Зато не зря вернулась Эмиль Аншески. Лейтенант фон Шмидт приказал нам откачать насосом воду из старой шахты. Разумеется, это бессмысленно. После первого же дождя шахту опять затопят. Эк нашел в грязи куски французской экипировки. Похоже, они все умерли, прежде чем этот богом забытый кусок земли перешел к нам. Если лейтенант не перестанет заставлять нас так вкалывать на голодный желудок, скоро мы тоже навсегда останемся в этой грязи. Лихт. Ясно. Ну, то есть, если эти твари голодные, то, соответственно, они должны быть, типа, по типу вот тех, которые реагируют на шум. Ну, то есть, оно же слепое. Но почему-то, я не могу сориентироваться, почему-то оно все равно... То ли я должна была сразу, как сумасшедшая, ринуться на перерез ему или что. Там никак нельзя пройти мимо, я не пойму. Что я не вижу? Что вы от меня хотите? Свет нельзя, то ли у меня спичек нет. Там не пройти, там узко. Назад пошел. Типа они слепые все-таки. Ну-ка, слепые, значит. Хорошо. Хорошо, значит, твари все-таки слепые. И фишка в том, чтобы по стелту проходить. Чтоб тихо все было скромно. Без лишнего шума. Ну, они так шумят, как будто вот он у меня прям за спиной, да? Нет, пригнись. Так, еще одна. В какую сторону идти? Пожалуйста, быстрее. Давайте, пожалуйста, мне отсюда выбраться. И здесь сейчас будет. Да, вон она. Сюда прется? То есть, если я буду тихонечко себя вести, она уйдет? Какой дикий шум они создают. Это что-то с чем-то. Да, бляха, мука. Проходи уже, говна, кусок. Черт, вы паралитики. Эта игра еще и создает предвзятое отношение к людям с инвалидностью. Давай, 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 катись. Катись, 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 катись. Бля, сюда. А, Матя, я сейчас малость заметна. Давай потом. Вот сюда. Он сюда идет? Да, блин. Там постиж. Здесь можно выбраться? Но там с другой стороны еще что-то есть. Не, оно заблокировано. Может, и нет. Тихо, тихо, тихо. Пошли, блин, пошли. Все нормально. Массаж, блин, быстрее пошли. Ну вот она, режь ее. Придумали задачку. Давай, 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 давай. Дайте мне, пожалуйста, соплонение. Личный жетон Карла Лихта. Мазухва. Лонг Сцен. Нет, это что? Еще один Камиль Жаве. Вот эти, кстати, они... Погоди, погоди. Надень, надень. Давай, давай. Кстати, вот эти жетоны с семенами как будто французские. Кража еды. Мы с Казиком и Еварком больше не можем терпеть эти убогие, мизерные пайки. Любимчики лейтенанта получают все, что хотят. Мы собираемся пробраться и стащить то, что заработали тяжелым трудом. Шпанс Брэнди Табакс. Прячем добытые в старой шахте. Никто туда не спускается из страха. А мы уже ничего не боимся. Ни лейтенанта, ни этой шахты. Все равно скоро все закончится. Ну, не так уж скоро, дружище. Что вы тут напрятали, мне интересно? Да когда эти вот отливающие твари, как они нервируют. Они так много шума создают. Пожалуйста, быстрее. Нет, я понимаю, тихо надо двигаться. Здесь что? Да не орите вы так. Еще один жетон Жосефа Каплана. Платье. Ну, француз вроде. Здесь все перемешались в один единый комок. Здесь фрицы, здесь французы. Кого тут? Слава богу, сохранение. Хоть что-то хорошее. Еще спуск вниз. Сейчас я туда не пойду. Пока что, во всяком случае. А здесь заперто. И это восток. Нам туда, да? Нам нужно попасть наверх. К этому слепому засранцу-летчику. Который там свалился со своим гребаным самолетом. Кукурузникам. И теперь диктуют нам, что нам следует делать спальные места. Но здесь, наверное, поспокойнее будет. Хотя, может быть, и нет. Я слышу какое-то шуршание. Вблизи. Значит, я здесь не была, верно? Раз здесь закрытый проход. Ну, такое чувство, что я по кругу хожу, что я здесь уже была. Что здесь и должен быть этот наш сумасшедший приятель. Да была я здесь. Вот комната офицера. Столовая. Да была, была, была. Нет! Не надо музыки. По-моему, была. Список пластинок я уже видела. А, нет, нет, только не музыка. Офицер. Кто это? Офицер. А, вот ты засранец, пусти меня. Дверь заперта с другой стороны. Ну, да. Да, офицер. Из него выйдешь, что надо. В задницу иди. Идеально впишется в мою... Пошел в жопу. Никуда не собираюсь вписываться. Хер, командор. Сам ты хер. А вот и ты, солдат. Я знал, что ты справишься. Пусть ты не смог убить этого злостного диверсанта. Но мы справимся без оружия, ведь так? Нет. Твоя надежность и целеустремленность заслуживают похвалы. Мне, наконец, удалось связаться с Верховным командованием. Однако... Боюсь, у меня плохие новости. Мы здесь сами по себе. Дома дезертиры и предатели пытаются ударить нас ножом в спину. Они хотят заставить Кайсера и Верховное командование сдаться. Трусы. Они понятия не имеют, каково нам здесь на фронте. Они превосходят нас. Может, из-за них в траншеях и появляются эти уродища. Они хотят нас остановить. Этот новый враг теперь может летать, атакует сверху. Оно ненавидит свет. Я ослепляю его прожекторами. Но от его крика все закоротило. Предохранители, провода, все сгорело. Куда ты делся, дурак? Куда ты пошел? Эй, жопа. Этот враг не знает пощады. Пусти меня. Он не остановится у наших границ. Если мы сложим оружие, он уничтожит все отечество. Пушку дай мне. Нас ждет мировой пожар. Спасибо. Они на нас рассчитывают. В моем самолете есть кое-какое оборудование, предохранители и прочее. Это ничья земля. Ты должен пробраться к разбитому самолету на западе. Добудь снаряжение, предохранитель до прожектора. Тогда мы ослепим это чудовище. Я прикрою тебя отсюда. Я вижу уже намного лучше и смогу за тобой присматривать. И тогда... Тогда мы станем огнем очищения. Мы сотрем врага с лица земли еще один сумасшедший. И получим право вернуться домой. Без промедления, без сомнений. За свободу, за отечество! Свободен солдат. Вы не хотите дать мне ружье? Вы куда? Одну минуточку. Вы не дадите мне ружье? Ух ты. Посмотри, он забаррикадировался стульями. Гад такой. Приказы ждите, дежурный радиооператор. Унтер-офицер Йоханнес фон Шмидт. Дата 17-й год, 10-й сентября. Внимание, строго конфиденциальный приказ дежурному офицеру. Давление на наши войска и отечество возросло. Мы должны выдержать его и вернуть в десятикратном размере. В мере малейшие сомнения, может стоить нам победы. Ждите дальнейших приказов. Верховная команда выняты. Карта? Карта, что ли, тоже? А, теперь могу пролезть? До этого не мог. Карта. Ключ. Я нашел ключ к пути. Что? Какой еще путь героя, что ты несешь? Это твой стол, ты вернулся. О, боже, я Пауль. Я Пауль, я не Йоханнес. Я так хотела быть Йоханнесом, потому что он более-менее адекватный персонаж. Но я, оказывается, все-таки Пауль. Если это мой стол, значит, я командующий данного сектора, военного сектора. Значит, я Пауль, о боже. Это жестокое. Вот это поворот. Поворотище, я бы сказала даже. Приказ, прожектор, дежурный радиооператор, унтер-офицер Йоханнес фон Шмидт. Внимание, строго конфиденциальный приказ дежурному офицеру. Вступаем в действие немедленно. Все противовоздушные прожекторы теперь подсоединены к электрической системе. Это высокочувствительное военное оборудование. Для использования системы должно обеспечить бесперебойную подачу энергии. Это чрезвычайно срочная задача. Это вся территория, через которую проходит подача тока, должна быть защищена от саботажа и вражеских действий. Да, еще задачка. Не, ну мы, конечно, справимся. Мы не такое видали, но все равно обидно, что мы-то не Йоханнес. Мы младший брат, младший сын. Твой телеграф. Твой телеграф. 27 человек ожидают твоих приказов. Это что такое? Прямая связь с верховным командованием армии. Ясно. К сожалению. А теперь-то открыто. Спасибо. Спасибочки. А что делать-то? Ну, в принципе, конечно... Я что, такой высокий? Забавно. Забавно. Видимо, мне головной убор корона на голове не дает двигаться. Вот это ключ, который нам нужен. Да, дверь открыта. Иди, выполняй. Дайте мне, пожалуйста, сохранение. Потому что, мне кажется, вот эта фигня, которая там летает и своим криком создаёт помехи для системы обороны, это нешуточный, наверное, будет враг. Было сохранение? Вроде как было. Что-то, я думаю, очень большое. Тут я так легко здесь не отделаюсь. Хотя... Не, не отделаюсь. Не-не-не. Не льсти себе. Не надо. То есть, ты, говнюк, издевался над Йоханнесом, всячески его травил, его товарищей, издевался здесь над всеми солдатами, не давал им есть, не давал им писать письма домой, отдыхать, спать. Даже в туалет нормально не давал сходить им. И теперь, надеешься, вернуться в Царствие Небесное? Я надеюсь, что у этой игры несколько концовок, и нас ожидает самое худшее для Пауля, потому что он не заслужил прощения. Не заслужил. Да он и не ощущает, вот, как персонаж, если мы Пауль. Мы вообще не чувствуем никакой вины в путь грязи. Да, это он. Никакой вины, никакого сожаления о том, что мы здесь сделали. И как обращались со своими людьми. Чудовищное, конечно. Пригни голову. А вот мы в открытом пространстве. А что надо было... Ау! Что надо было, напомните, сделать? А, да-да, самолет, самолет, точно. Можно здесь что-то забрать. Да забирай скорее. Я хотела бы какой-то предохранитель, да-да-да. Ну все, забрал, молодец. Не жусь. А, да. Ой. А, привет. Приветик. Красота какая. Отвяжись. Дружище. О-оу, оно летает. О-оу, оно меня уносит в небо. Фатал эррор. Фатальная ошибка. Благодарю. Да, на этом игра и закончилась. Траншеи. Старые добрые траншеи. Можно сказать, мы вышли на, наверное, финишную прямую. Во всяком случае, я на это надеюсь. Да, мой хороший, ну что у тебя такое, что такое, кисенька. Давай, переставляемся еще раз, вот так. Кисюнька, приблизляла на жуки голоса. Да, ты мягкая, сладкая, кисенька. Ну, не балуйся только, ладно. Сладкая ты, маленькая попочка. Пушистая. Окей. Траншеи. В прошлый раз мы отсюда улетели, в прямом смысле. Нас отсюда забрал кукушонок. С прискорбием сообщаю, что я наконец-то поняла, кто мы такие. Мы Пауль. Мы не Йоханнес. Мы Пауль. Можно сказать, что отрицательный персонаж, отрицательный герой. Открытка от Эрика, дорогая. Мы скоро увидимся. Я это уже видела. Что весьма странно. Ой. Это я свой фонарик. Раздрачиваю. Окей. Странно. А что меня так странно откинуло-то? Ну, то есть, мы вышли-то в прошлой серии. Ну, в прошлый раз я вышла в траншеи, но... Но... По-моему, не настолько далеко. И почему здесь повторение с этой открыткой? Мне непонятно. А вот это новенькое-новенькое туман. Туман пошел. Или газ. Вот этот туман. Да-да-да-да-да. Я вот по лестнице поднимусь, и на меня нападет мой брат. Я точно в своем личном аду застряла. А что с другой стороны? Мы определенно застряли в своем собственном аду. С обеих сторон, что ли, лестницы? А не-не-не-не-не. Что за музыка? Я уже даже... Осторожно, вражеский огонь. Даже уже направление не смотрю. Но я здесь была. Или-или мы отправились в те траншеи, где, собственно, и умерли. Где, собственно, потеряли из виду навсегда своего брата. Ну, есть такое предположение. Вы же знаете, я обожаю брызгать это кишки. А, да. Да, я была здесь, была. Все это уже видела. А я оттуда пришла. Точно, все. Все понятно. Все, вспомнила про зрение, снизошло на меня. И теперь давай возвращайся по лестнице наверх. И там наверху на нас нападет кукушонок. Ну, во всяком случае, наша мама так называла нашего брата старшего. Не признавала его, потому что он стал инвалидом. То ли погиб, то ли что, я не знаю. Но руку, выходит, оторвало Паулю. Я так понимаю, что это был Пауль. Мне интересно, как меня слышно. Потому что как-то у меня получается в другую сторону орать. В другую сторону вроде как обращаться. Стой. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Надо быть готовым. Мухи летают, хорошо. Мухи это... А это что? Что это? Какие-то вспышки света, то ли фонарика. А, о! Блядь. Господи. Тихо или быстро? Тихо или быстро? Надо выбрать способ передвижения. А, да-да-да-да-да-да. Еще нужно забрать вот здесь какие-то препараты. То ли, короче... Нет-нет, предохранитель. Нужно забрать предохранитель. И в этот самый момент на нас и нападет с неба нечто. Нас предупреждали, кстати, что здесь в небе летает некий монстр. И он теперь царит в небе. Боится огня вроде как бы. Одна двигается, другая нет. И... Как? Что вы хотите от меня? Да? Да нет, я хотела бы другую перерезать. Вот, которая не двигается. Потом нужно спуститься, верно? Обратно в траншею. Хотя, слушайте, я, блин, не пойму. А, нет, Юханесу. Юханесу оторвало руку. У нас руки на месте, по-моему. А, помогите. Какого хрена? А, не, меня в воздух подняло. Все верно. Или не подняло. Ага, понятно. Теперь более понятно. А то, наверное. Офицер, вдохни, выродок. Офицер, вставай, солдат! Давай же, брось мне предохранитель. Не бросай! Нет, 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 нет. Тупой придурок. Лови! А, ну ладно. На такой обмен, я согласна. Ну как согласна? За ним убьет. Я починю прожектор и покончим с этим. И не говори ничего мне. Давай, давай, давай. Да что тебе дать, говнина ты такая? В общем, возникли у меня какие-то странные проблемы с игрой? В определенной точке при записи, если включена запись в ОБС, то все непременно выпадала ошибка. И меня выкидывало из икры. Просто была надпись Fatal Error и все. И все. Далее никакого продолжения. Но вот каким-то образом пронесло вроде как. Вроде как оказалось. Я уже с другой стороны. Катсцены. Короче говоря, встретили мы своего брата Йоханнеса. Мы, соответственно, Пауэль. Достаточно драматическая история. Погоди. Что-то я в этом... Оу! Погоди, а как мне теперь фонарик-то использовать, я не пойму. А как мне бегать, ты че? Эй, эй. Оу. Я же ни хрена не вижу. Вы что, темно слишком. Я отсюда... Погоди. Нет, я не отсюда. Я просто хотела бы все осмотреть. Игра-то интересная. Поэтому хочется заглянуть в каждый закуточек, в каждый уголочек. Но быстрее за ним. Мне приказ был отдан быстрее за ним. Но я не хочу быстрее за ним. А сколько у меня патронов? Просто интересно. Если их немного, то какой вообще смысл в этой винтовке будет? А как смотреть теперь? О, господи. У меня клавиатура так... Такое назначение клавиш, что я теперь не могу винтовку опустить, не могу посмотреть направление. Мне теперь нужно менять назначение клавиш, чтобы разобраться. Графон странный пошел. Ну вот странно, что-то не так. Это помимо того, что я осипла, помимо того, что я хрипла, немного приболела. Тяжелые у меня, тяжелые деньки выдались. Слишком много работы. Слишком много работы на холоде. Ну ладно. Примерзла я, так сказать, пятой точкой к... А! Это наш дружбан нам помогает или что? Это вот этот слепой офицер, у которого вдруг выросли новые глаза. Это сколько мы здесь торчим, да? Что он успел выздороветь и излечиться. Ну то есть я не знаю, как можно глаза без надлежащей медицинской помощи вернуть себе зрение, просто наложив какую-то повязку. А, наверное, с вот этой штуки я сейчас стрельбу открою своему брату. Или с этой штуки. С той, наверное, которая подсвечена. Есть записочки, есть что-то интересное, что-то... Что может немного пролить све... Еще чуть-чуть пролить света на наши взаимоотношения. Хотя, знаете, мне уже, собственно, понятно, какие у нас были взаимоотношения. Это очевидно на самом деле. Короче говоря, мы играем за Пауля. Фон Шмидта. И у нас был брат хороший... Господи, что это? Хороший человек, но он был, я так поняла, гей. Короче, он был нетрадиционной сексуальной ориентацией. За это его все ненавидели. В частности, Нина видела маман, папан, дядян, дедулечка. И, соответственно, мой младший братик. И мы сделали все от нас зависящее и возможное, чтобы уничтожить его психологически и физически в конечном итоге. Парень потерял руку, стал инвалидом и, в общем-то, сошел с ума у себя на чердаке. И умер от голода в довесок, потому что наша мамаша сумасшедшая не захотела принимать его обратно. Оу, я этого не... Оу! А! Я... Стрелять нужно или что? Да ну нафига! Нет, не-не-не-не, погоди! Ай! Кажется, я ошибаюсь. Снова. Дело в том, что я не хочу его убивать, понимаете? Зачем мне его убивать, этого кукушонка, если это, конечно, кукушонок. Но я так поняла, что это кукушонок. Мой брат, старший. Для чего мне его убивать, я хочу с ним договориться. Запись в дневнике. Кстати, запись-то в дневнике происходит, а я их не читаю. Там, наверное, еще больше информации было бы о происходящем. Что за темнота вокруг? Что это за хрень? Где я? Я слышу голубей. Да, и они здесь насрали основательно, видите? Или это воск? Нет, это все-таки голуби. Голуби здесь под нас... Очередной у нас, так сказать... А, эшафот, что ли, я не знаю. Да, да, мы двигаемся. Я не знаю, куда мы двигаемся. Но другого пути у нас нет. Погоди, а какую резать? Они двигаются, их нельзя резать. Те, которые двигаются, резать нельзя. Нужно сосредоточить свое внимание на... Офицер, прием! Прием! Где же ты с... Отстань от меня, говнина. Ты словно исчез с лица земли. Так оно и есть. Берегись врага. По-моему, мой враг это все-таки ты. И делай то, что должен. Не отвлекай меня. Смелость тебе не занимать, солдат. Сделай, что нужно, и станешь пилотом. Пилотом? Настоящим героем. Если я Йоханнес, то я уже командир-лейтенант. Только ты можешь остановить эту чертовой войну. Только ты, да отстань ты от меня, заткнись. Боже, как он меня бесит. Дай мне сосредоточиться. Будь начеку. Да отвали ты от меня, и я буду начеку всю свою оставшуюся жизнь. Господи, как ты много раз... Разговариваешь. Да нет. Отвяжи. Какой навязчивый, слушай. Приставала поганая. Фух, заткнулся, слава богу. Вот нервируют меня и в жизни, и в реальной жизни нервируют люди, которые висят у вас над головой и постоянно вам нашептывают что-то в ухо, как будто знают, что вы должны делать. И какую-то программу вам в мозг пытаются продвинуть, чтобы вы выполнили то, что они желают. Это называется гадкий манипулятор. Гадкий манипулятор, который не оставляет вам своего мнения и постоянно навязывает собственное. Пустые клетки, 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 клетки. А это не пустая, это со свечами. Кстати, очень стильный, знаете, довольно-таки прикольный был бы. Надо этим подумать. Светильник, представьте, в клетку напихать свечек. Вот такую клетку. Прикольно. Прикольно было бы, но пожар главное не учинить в квартире. А так красиво, да, надо над этим подумать. Игра мне понравилась. Есть некоторые странные моменты, некоторые сюжетные повороты, которые сильно смущают. Осторожнее. Почему? Почему я должна быть осторожна с голубями? Они представляют для меня какую-то страшную опасность? Это же просто голуби, верно? Или здесь такое количество бешеное, что они могут меня закрывать насмерть? Все, очень странно. Но у меня такое чувство, что я приближаюсь, приближаюсь к чему-то жуткому. Ну, понятное дело, мне придется сразиться с кукушонком, придется сразиться со своим братом. Это и есть самая жуть. Записок давно я не видела. Либо я их пропускаю. Ау. Да, я их пропускаю. Газетная вырезка, верно? И она... Да как? Что? Как, где, что? Я хотела бы понять. Да, да, да. Я не хочу, чтобы он уходил. Я должен... Нет, я хочу. Как ты не понимаешь ради нашей свободы. Это Йоханнес говорит. Был бы Пауль постарше, из него бы вышел настоящий солдат. Да сколько мне лет тогда? Газета, война началась с мобилизации. Йоханнесу сразу же разрешили записаться в добровольцы, отправиться на западный фронт и стать героем, а тебе пришлось остаться дома. Фу, какая запутанная история уже. Почему ты не ушел на войну первым? Потому... Поэтому это был он? Ааа, помогите. Что происходит? Что случилось нахрен? А, прожектор повернулся в другую сторону, что ли? Это произошло с таким шумом жутким. И что мне теперь с ним делать? Ау, погоди, там дверь внизу, все ясно. Мне надо добраться куда-то вниз. А как туда добраться? Погодите, там лифт или что-то? Это кукла. Там вот, да, надо спуститься вниз, дверь. И каким образом я должна это сделать? Что-то я не врубейшинс. Что-то я не врубейшинс, не по анимейшинс. Погоди. Дай мне сосредоточиться. Я надеюсь, вы не предлагаете мне прыгнуть? Вот это вот что это такое? Стой, а, вот сюда, наверное, стопроцентно сюда. Типа мне дверь открылась. Очень, да, интересная красота. Какая. Такое заманчивое помещение. Слышите, здесь так действительно прикольно. А, теперь понятно, понятно. Теперь я понимаю, для чего мне нужно бояться. Голубей, они пытаются меня столкнуть с этих лесенок, с этих перегородок. В общем, досок, по которым я передвигаюсь. Я прыгать не умею. Вы что? Каким образом я сюда должна залезть? Стой. Здесь ящики. Я не могу туда залезть. Йоханн и бабай. Мне высоко. Или я туда пришла? Я не могла туда прийти. Я не могу сюда залезть. Я ступеньку не могу преодолеть. Что это такое? Или я пришла оттуда? Фига. Отстань, голубина. Это какашка. То есть вы хотите... Да нет. А может... А, нет, все правильно. Да, я отсюда пришла. Интересно, что на обратном пути на меня перья. На меня напали перья. На меня напали голуби, перья. Куда они летят? Они сконцентрированы здесь. Что-то надо вот здесь сделать. Но я не понимаю, что. Что вы хотите? Ну, не залезть же я должна на прожектор. Этого быть не может. Что-то мне надо было... И, знаете, это еще, так сказать, контрольная точка. Здесь вот это находится на носилке с кровавой простыней. Значит, если я умру, я здесь и проснусь на этих носилках. Ну, гипотетически. Я... Как-то я в недоумении. Ну, это определенно здесь надо что-то сделать. Ну, что? Что вы хотите? А, подсветить, может? А это что такое? Ну, металлическая балка. И я до нее никак не дотянусь. Я вон на ступеньку не могу залезть. А вы мне что предлагаете? Сюда пойти, что ли? А, о, как я умею. Ну, вот это интересно, потому что там шипы торчали. Поэтому... Я предполагала, что не могу там пройти. Физически мне это не позволяет механика игры. Ладно, давай быстрее. Мне уже не терпится покончить с собой. А теперь лестница наверх. А там что? А там ничего. Какие-то моменты мне игра напоминает почему-то... Хотя не должна напоминать. Ничего общего на самом деле нету. Амон заслип. Но там принципы одинаковые. Мы находимся в каком-то мире своих фантазий. Непонятно где. Что-то в этом роде. О, вот это хочет на меня напасть. Надо посвятить на него или что? Вот это вот оно хочет на меня напасть. Привет, ты такой миленький. Ты мой хороший. Какие у тебя ножки розовые. Ты же пропустишь меня, зараза? Да пропусти меня, сука. Ты посмотри на эту жопу пернатую. Вали нахуй. Ааа, помоги мне. Да, я была близка к фаталь... Фаталь... Фатального исходу. То есть... А дальше что? Вот сюда? О, боже мой. Это будет весьма проблематично. Давай быстрее, прошу тебя. Там сказано было, да, что можно спрыгнуть их с помощью фонарика, светофонаря. С каких пор голуби света боятся? Они темноты боятся и не летают в темноте. Это же не летучая мышь. А, типа надо освободить все прожектора, и тогда они все... Весь этот свет упадет на гнездо кукушонка и туда-туда-туда. Ух, ладно. Погодите, дай мне... Вот сюда, да? Отчего ты ждал? Думаешь, ранг это самое главное? Они должны проявлять уважение. К сапогам. Сапоги, наконец-то все увидят, чего ты... Сапоги, наконец-то все увидят, чего ты стоишь. Теперь ты, лейтенант, и под твоим командованием целая рота на Западном фронте. Это речь идет уже о Пауле. Он у нас... Фион, они над тобой насмехались. Последняя фраза была очень интересна. Они над тобой насмехались. Только не говорите мне, что я самостоятельно убил своего брата. За то, что он якобы надо мною насмехался. Вы серьезно? Даже если он гей... Ну, это же брат, ну, слушайте. Совсем это все меняет, когда... Конечно, я не приветствую подобное извращение, но... Когда это ваша родня, тут уже совсем другая система. Совсем другие мысли. Одно дело, когда вы гоните на чужих людей, да? А когда это случается в вашей семье... Тут уже стоят, я не знаю. Ну, в общем, пока на своей шкуре не испытаешь данную проблему, данные тяготы, понять очень сложно. Как тяжело другим. Хорошо, у меня еще парочка минут есть. И... Ох ты, маленькая гадость! Ох ты же, маленькая пернатая писька! Уйди отсюда, вот. Да-да-да-да-да, Лити-Лити, молодец, хороший мальчик. Хороший пернатый мальчик. Что вы здесь, наложили яйца или только какашки? Вот яйцо есть одно, да? У тебя есть одно еще не вылупившееся яичко. Но ты здесь здорово насрал. Вообще-то голуби не срут в свои гнезда. Птицы обычно так не делают. Это они, в общем-то, довольно чистоплотные птицы. Они жопу выставляют за пределы своего жилища гнезда. И гадят туда вниз. То есть какашка падает туда, где... Над чем находится гнездо. А некоторые птички, когда птенчики вылупляются из яичек, они начинают гадить. Да, какашки у них падают в гнездышко, и мамочка прилетает. И эти какашки даже кушают, лишь бы там не было грязно в гнезде. Поэтому вот такое вот состояние гнезда маловероятно. Разве что птица больна. Окей. Вот такое вот посвящение в деятельность пернатых наших братьев, меньших, меньших наших братьев. Пёрышки ведут меня куда-то, пёрышки ведут. Прям реально... Реально натуральная тропинка из крошек. Буквально как там Грета и Ганс, или как-то это называлась эта сказка. Там были хлебные крошки. У меня перья, у меня перья. Удивительно, знаете, я вообще-то поражена, что игра завелась, потому что она выдавала такую крупную ошибку, при которой я уже думала, что надо переустанавливать всё. Однако пошло-поехало. Вот это что это? Это ж труп. Трупец у нас на горизонте великолепно. И гнёзд всё больше и больше. Слушайте, вы тут реально под... Гнездо, отлично. Там птенец. Это не мой сын, слышишь меня? Это не он. А кто? Да-да-да, это птенка. Схлипывает. Йоханнес плачет. Что здесь происходит? Здесь происходит... Я так понимаю, что этот бедный маленький малыш, зародыш голубиный, он мёртв. Гнездо, неужели мать была права, и пока тебя не было, в твоём доме поселился кукушонок? Ну, я сильно сомневаюсь, что у нас... Похоже, что у нас семейка вся сумасшедшая была. Причина тому, в первую очередь, насилие в семье. Неприятие, непонимание друг друга. Такое часто случается. И не каждый психолог способен помочь. Как блестит, слушайте. Как золото, кровь блестит, словно золото. То ли у меня какие-то проблемы с графоном. Он ничего не говорит, только смотрит. У него шок. Помнит ли он? Что, 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 что? Я сейчас чихну. Сюда нам, да? Вот эта кукла же это или что это? Или это труп? Вроде как кукла, которую там наша мамаша извояла. На самом деле у нас была очень тоже странная мать. Почему ты не ушла? Не собрала свои пожитки, свои платья, там, платочки. Я не знаю, всё, что... А, нет. Всё, что считаешь своим, собрала бы в скромный пакетик. Да и покинула это заведение, этот дом, где тебя над тобой издевался муж, отец мужа и все остальные. Блин. Блин. Сейчас меня тоже надост. Побалди. Пронесло, пронесло, пронесло. Отлично. Нет, лучше встань. Вот сейчас. Да, хорошо. Хорошо. Для меня это необычно быстрое-быстрое. Я сегодня двигаюсь. Обычно я как... Будто бы не в себе. Нет, ну стой. Началось, да? В какую сторону? Как это длинит-то, эту штуку? Нет, с этой стороны нельзя, что ли, взять? А в какую тогда? То есть я вот тут пролезть могу ли я пролезть? Нет. Могу. В какую сторону двигать? Нет, она только... В одном направлении двигается только. Началось, накаркало. О, как. Ну ладно. Ладно, преодолели. Преодолела я эту страшную трудность. Пока что это было самое серьезное препятствие. Это сундук на пути к решению. Боже мой, что здесь произошло? Что это вообще такое? В смысле, вы хотите меня таким образом вниз спустить? А, я пытаюсь дойти пешим шагом на чердак, короче. Пытаюсь добраться, но пока что, видимо, не получится. Сохранение великолепное. Лист нужен, да? Или что это? Сверток какой-то. Сверток это нехорошо. В свертке может быть что угодно. Ты не мой сын. Я хочу, чтобы мне вернули сына. Ножницы. Волосы. Светлые волосы. Но наши парни арийцы, я так понимаю, да? Ножницы. Чем бы ни было это создание на чердаке, оно должно страдать. Но что если... Да вы что, больные? Вы все сумасшедшие. Они не верят, что это он. И еще одна точка сохранения. Это хорошо. Я надеюсь, что... 27. Я надеялась, что это будут двери все-таки на чердак. Так, снова наверх. Снова могу подняться я наверх, да? В этом и был весь смысл. У меня есть подозрение, что вот это вот и есть Йоханнес. Тем более, нахрена вам ножницы? Что вы там с ним сделали на чердаке? Сумасшедшие вы твари. Какой-то бедный парень. Надень, надень, скорее. Вернулся, в общем, с войны. В лучший дом. Там над ним, похоже, еще дополнительно, помимо страданий на войне, семейка его сумасшедшая встретила его не самым лучшим образом. Издевалась над ним ножницы. Зачем вам ножницы? Что вы ему отрезали? Боже, быстрее. Тихо, тихо, птица. Отвали. Фух, птички, птички, птички. О, боже мой. Сюда, скорее. Пока тебя не спихнули, пернатые хозяева. Видишь, как они тут расплодились? О-о-о. Да, основательно, основательно. Я надеюсь, что, да, на чердаке... Чердак так выглядит? Есть предположение, что да. О-о-о. Там кто-то... А, господи, мне показалось, что там кто-то есть. Мне показалось, что там есть кто-то. Никаких записок, да? О-о-о, нет. Только не это вот началось. Вот это вот все. Ну, в какую сторону? Да нет, же. Никак, не повескала. А, сюда, в эту сторону, или нет? Да, господи. Как у вас все сложно. Как же у вас все сложно, слушайте. Любите. Вы не ищите легких, да? Путей. У меня нет замедления. Как я смогу это пройти? Вот тут я сейчас умру. Я практически уверена. Мне повезло, пронесло. Я жутко невнимательная сегодня, но пронесло каким-то чумом. Хорошо, еще одно сохранение. Великолепно. Я практически на месте. Быстрее. Куколка с паотезами. А, это не куколка. Это враги, которые, скорее всего, станут оживать. А это инвалидное кресло, на котором, скорее всего, передвигался перед смертью наш брат. Йоханнес. Что они с тобой сделали? Ничего хорошего. Кукушонок. Нет, это не может быть он. Ты же его бросил. А, ну, это немножечко меняет, конечно, ситуацию. Если Пауль в курсе, что Йоханнес погиб, и он видел, видимо, что Йоханнес погиб, и не может быть живым. Но кто-то приехал к ним домой под именем Йоханнес. Ой, господи, ну, слушайте, какая запутанная история. Натуральная травма. Об этом фильм можно снять. Боже мой. Может быть, чтобы это был он. Но что, если все-таки он? Господи, давай быстрее. Не то, у меня уже сил нету. Давай, 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 давай. Ни сил, ни времени. И желание с каждым моментом не то, чтобы таяло, скорее усиливается. Желание узнать, что же тут, черт побери, произошло, уже выяснить. Раз и навсегда. Я практически на месте, да? Скажите мне, пожалуйста, что я на месте. Умоляю. Окей. Сохранение и кукла. Теперь уже кукла. Окровавленная кукла. Мой сын погиб, он мертв. Помогите. Почему ты его не послушал? Кого? Брат, он бы не выжил. Ты только взглянул на него, обмотанного всей этой колючей проволокой и сбежал. Он не мог вернуться. Не мог же? Короче говоря, мы бросили Йоханнеса умирать там в окопах. Он запутался в колючей проволоке. Она изрезала его тело полностью. Он пал, но так и не коснулся земли. Ищем. Я откуда пришла? Что-то опустилось. Стой, 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 стой. Что я не увидела? Что опустилось? Что и куда? Не-не-не, погоди, я туда пришла, нет? Ну, да. Не могу сориентироваться. Такая темнотень здесь. Что я не вижу? Что от меня хотят? С какой стороны я пришла? Я ж оттуда пришла, да? Или нет? Да ладно. Да я по лестнице ведь поднялась, верно? Куда? Куда? Что вы хотите? Так, я заблудилась. В трех снах, блин. Погоди. Да вот здесь что-то должно было произойти. Или вы мне предлагаете прыгнуть, что ли? Да я же убьюсь. Стой. Давайте я сейчас прыгну, реально. Нет, не убилась. Здесь все такое однообразное. В этом проблема. Очень сложно поняли, где вы находитесь. То есть сориентироваться сложно надо. Надень скорее. Пока коньки не откинул. Будь осторожен, пролетая мимо, голуби могут тебя столкнуть. Может, у тебя получится найти что-то, чтобы изменить их... Что? Траекторию? И как это мне поможет. А мне сюда надо было? Все, можно снять. То я наверх поднимаюсь. Теперь я спускаюсь вниз. Вот это вот горки. Не, сохранение это хорошо. Это значит, что я в правильном направлении двигаюсь. То есть прыгнуть, что ли? Вроде как я достигла... Да я убьюсь, вы серьезно? И почему я жив после такого прыжка? Здесь метров двадцать. А то и больше. Что это? Боль, поэзия. Боль рождается из ночи и темноты. Обретает плоть, оскверненную и израненную. Бессмертной. Мы живем в вечной муке. Йоханнес Вон Шмидт. Он и стихи еще писал. Картины, там стихи. Творческий был парень. Не повезло. Не вытянул он счастливый билетик. Ну, может, так бывает. А это уже клетка пострашнее и побольше. Это уже, я так понимаю, клеточка не для голубей, а для Йоханнеса. Пролезть можно, что ли? А здесь что? Ага, ясно. Ну как ясно? Не очень, но все же. Яйцо. Понятно. Меняем траекторию голубиного полета. Дабы эти милые птахи нас не окакали. Здесь очень чертовски легко заблудиться. Ауч. На этом история была окончена. Да. Сбила. Там надо как-то пробежать таким образом, чтобы проскочить обе. Обе этих штуковины, которые болтаются, обе клетки. И где я проснулась? На том же месте. Здесь птички мертвые падают сверху. Темнота просто. Ух. Темнотища. Хоть бы уже дойти до какой-то точки, определенной точки сохранения. Пройти уже этот путь. А, уже? Все, уже готово. Представьте как. Ясно, ясно, ясно. Вот здесь, я так понимаю, что нужно пробежать, да? Ну, смотри. Так. Это вообще невозможно. А, тут еще можно вот сюда свалиться. Класс. Класс. Да, именно так я теперь буду дышать. О, господи, все время. А, по своему обыкновению куда меня отбросило? Черт знает куда. Давай, пожалуйста. В движении, в темпе, в темпе, в темпе. Что там? А, как заводится наш... Да, да, фонарик. Конечно, он нам здесь не особо нужен-то. в общем. Я прошу тебя, не надо, у меня сейчас на это нет времени. Хамас. У меня никогда ни на что не хватает времени. Это просто одища какую-то. Погодите. Да, да, я помню это место. Ладно. Попытка номер 243. А, не, погоди, погоди, какая еще попытка? Здесь нужно голубей сначала остановить. Каким-то образом. Да, 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 да. Голубь по восстановили. Ну, то есть, фактически мы их убили. Ну, вот это вот крень, это, как бы, я не знаю. А, ух ты! Тут просто бежать надо было. Все так просто. Проще, чем казалось. Намного проще. Я почему-то думала, здесь мне придется попотеть. Вот, надо медленно там выбирать момент, чтобы проскочить между этими клетками со свечками. Однако, все не так было. Сделано. Надо было тупо ломиться. Как эти голуби. Вперед. Спасибо, сохранение. Благодарю тебе. Благодарю. Надо просто ломиться вперед. с наглым лицом. Что вам надо? Ты почти у цели. Я знаю, ты справишься. Загони выродку в ловушку и сверни ему шею. Нельзя терять ни минуты. Заотечество, солдат. Я так понимаю, нам предлагают убить нашего брата, да, младшего, заотечество. Потому что он и гей. Йоханнес говорит, что клетки это плохо. Птицы любят свободу. По-моему, кто-то там возле лотка пытается навалять мне кучу. В реальной жизни, а не в игре. К сожалению. А это что такое? Какой-то рычаг. Если здесь есть рычаг, если здесь есть какая-то механика, то... О, боже мой, ей непременно надо воспользоваться. А здесь что? Не упускайте шанс, как говорится. Здесь ничего. Здесь все загорожено. то ли меня совсем уже зрение подводит, с какой стороны залазить. Давай, 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 давай. Удивительное дискомфортное положение я принимаю каждый раз, когда пользуюсь лестницей, потому что я вообще практически не могу смотреть ни вправо, ни влево, ни наверх. Вдруг меня там ожидает враг или какой-то сюрприз, скримак, что-нибудь в этом роде. такая вот история. Ну, ладно. Прекрасно. Это что еще за хрень? это площадка. Твои действия в этой зоне будут иметь последствия. Само собой, разумеется. Эта площадка не сулит ничего хорошего, это сулит только боссфайт. А я не люблю боссфайты. Здесь все двигается, все три проволоки, которую надо вернуть. Что? 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 Что это было? Что? Где? Оружие это у меня есть или есть? Вроде как ружье мне давали, нет? Или не давали, хер его. Это мы на чердаке, да? Чш. Что? Что? Продолжение следует... 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 Надо поднять эти штуки и стоять прямо на позиции рядом с ними. Вот так вот. Кажется, поняла. Я туда более понятно садался. Отвали ты! Отвали! Отвали, твои поганые! Что это такое? Что сделать? Давай, давай! Ну, делай! Давай, 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 давай! Да неееет! Ты шутишь! Давай! Да рви уже! А что вообще делаем? У меня звук пропал. У меня пропал звук. И смотрите, да, на самом деле надо поднять все вот эти колючие шипастые арматуру, эту сооружение. Нужно их поднять вверх и рядом с ними стоять спиной к ним. Тогда эта тварь, ну, это существо Йоханнес, то, во что он превратился, будет напарываться на эти шипы и в конечном итоге погибнет. Такие, кстати, штуки в Китае используют против голубей, чтобы отпугивать их от подоконников и не давать им сесть на подоконнике. Такие вот сооружения там строятся с шипами, еще используется ужасный по своему составу клей. Клей, короче, птицы к нему прилипают и потом не могут взлететь и погибают самостоятельно. Либо их можно оторвать с мяса вместе с ножками и они... Ай, блядь, погибнут, да. Так вот, здесь та же самая система. Было три столба, один остался целым. Нам хватило всего двух, чтобы уничтожить Йоханнеса, то, во что он превратился. В нашем сознании я не думаю, что наш младший брат, гей он или кто-либо еще, выглядел так после войны. Но это кукушонок наш. Меня больше интересует вот эта херня, что это такое. Это... За то, что я совершил все эти ужасные преступления, убил своего брата, погубил многих своих соратников, а также невинных мирных людей и бойцов из других отрядов французских. Вот результат. Короче говоря, я потерял свои руки. Блядь. Что за фигня? Что это такое? Объясните мне. Одна рука вообще в странном состоянии. Это очень даже таки интересный момент. Даже не знаю, как это все прокомментировать, но это действительно забавно. Есть в игре какие-то баги, лаги. То ли это на моем компьютере такое. Меня преследует просто какая-то хрень. То ли так и должно быть. Ладно, пойдем уже решим эту проблему. Смешной момент. Он мне испортил всю кульминацию. Испортил, собственно, я должна сейчас испытывать какие-то серьезные чувства. Но я не могу их испытывать, потому что происходит какая-то несуразица. Это что-то с чем-то. Классная игра, но есть моменты, которые просто меня вышибают с колеи. Да. Да.